Всех приветствую на своем канале. У меня был как-то запрос на мастер-класс по приготовлению кофе с пенкой. Я, насколько помню, там был коммент на моей стене ВКонтакте на странице моей, а не канала, под фоткой капучино, сделанной в Турке. Ну и в общем сейчас, конечно, уже 3 часа дня, но я собираюсь кое-куда и думаю, в принципе, можно приготовить кофе. Думаю, это уже еще не поздно пить боржоми. Если вам интересно, можете оставаться со мной, а можете не оставаться, хотя кто вас заставит. В смысле, понятно, короче. В общем, у меня тут копия в зернах. Аро, я попытаюсь заснять этот мастер-класс. Потом, как вы видите, копимолка Бош, мельхиоровая турка, которая нам потом пригодится, и пара пока ложек столовая и чайная. Сюда можно, как гласила коробочка, не более 75 грамм зерен, и, как я поняла, на выходе будет тогда 150 грамм молотого. Ну, я не знаю, как это, так ли это. Но сейчас я уточнила на всякий случай, потому что как-то делала себе кофе и забыла, сколько же максимум. В общем, вот у меня тут эти зерна, которые мне вообще надо бы доделать до 23 января следующего года. А я все кофе Буши, да, покупаю, да, заказываю. Ну, соответственно, пью. У нас тут, я не знаю, видно, надеюсь, видно. Ну, можно сказать, 2,5 столовые ложки я заделала. Моя скрепка. Вообще, очень хороший кофе, мне его подружка посоветовала. Ну, и она его в стабильности берет. Не помню, в зернах или нет, но я ищу такую фирму, АРО, раньше покупала бумагу для принтера. Да, действительно, такая фирма делает не только кофе, но еще и бумагу. Сюда мы его отставим. И сейчас, возможно, будет громкий звук, поэтому, если что, можете убавить его у себя. Хотя, я не знаю, я первый раз так записываю. Думаю, надо еще, наверное, немножко. Вообще, вот оно что тут вышло. Но можно попробовать еще помельче. Я уже забыла, как я его делала последний раз, до какой степени я его измельчала обычно. Кофе мы приготовили, точнее, измололи. Сейчас она будет его как-то аккуратненько пересыпать. Вот в это счастье, с узким горлышком. Чем уже горлышко у турки, тем она круче, насколько мне известно. Мельхиоровая турка. Скольких ко времени она мне стоила, пришла в подарок в свое время. Ну, как в подарок за определенную услугу. Ну, и варить я кофе буду по инструкции от этой турки. Сейчас увидите как. Вообще, по-моему, туда, я не помню, надо было уточнить. Хотела я уточнить и забыла. Треть чайных ложки надо туда или как-то так. Пожалуй, пойду-ка я уточню. В общем, вот у меня до сих пор эта бумажка осталась. Правда, конкретно та инструкция, я ее сейчас не нашла. Но, действительно, тут надо на чашку столовую ложку. Ну, я думаю, трех чайных ложек с горкой, может быть, и хватит. Но, на всякий случай, положу еще одну. И да, чем дольше вы варите кофе, тем больше он будет крепким. Хотя, по-другому принципу, если будете варить, как я, то он, в принципе, и крепкий, и вредом классный. Обычно я такой кофе варила своей подруге, когда она приходила ко мне на обед. Так как нам куда-то все это надо делать, то, пожалуй... Хотя нет. Ладно, это я переборщила и куда-нибудь уж пересыплю. Потом пока оставлю здесь. Так-с. Сейчас мы перебазируемся немножко в другую сторону. Тут у нас фильтрованная вода и, соответственно, наша турка. И сейчас я ее сюда подзалью. Немножко, думаю, надо приподнять наш штативик. Все это видео должно быть интересно тем, кто любит смотреть, как я готовлю. Я что-то типа готовлю, да? В этот раз у меня получилось налить так, чтобы все это счастье не торчало толстым слоем сверху. Сейчас я попробую это все-таки как-то показать вам. Резать мне сегодня? Не перерезать этот видос. Даже, наверное, придется мне его вот так взять. Ну, я надеюсь, что все-таки там видно все вот это вот счастье, которое в скором времени будет в нашем кофе. Да, слабонервным у меня плита слегка грязная и руки не доходят, потому что очень жарко. Вообще, я приехала совсем недавно. Так что, если вас бомбит от каких-то пятен на плите, то можете закрыть глазки или вообще закрыть видео. А остальных же оставайтесь со мной, как говорит Аленка, да? Или там много кто говорит. В общем, вот наше счастье. Там у меня в кастрюльке супчик. Засниму, может, потом. А может, просто зафоткую и скину в Инстаграм. И, в принципе, лучше, конечно, на... Ну, сейчас оно дойдет до первого кипения. Ну, и сами вы, короче, увидите. Я там буду просто убавлять газ слегка. Вообще, я говорю, как? Я довожу до кипения. Для только первые пузырьки снимают с огня. Оно чуть-чуть стоит где-то в более прохладном месте. Допустим, на окне. Хотя у нас сейчас жарко. Я не знаю, насколько прохладно на окне. Потом ставлю снова на огонь, уже на более медленный. Снова довожу до кипения. И вот так три раза. Я не помню, где уже этот рецепт взяла. Но именно после него он становится просто очень вкусным. кофе, даже если его пить без молока. И да, немножко каждый раз надо помешать. Ну, чисто так. Увидите, я надеюсь. Ну, или не увидите. У нас уже началась там самая-самая первая пузыречки. И просто вот так легонько. У меня против часовой стрелки стабильно получается. И я убираю его на окно. Вообще, мне бы как-то это еще надо наше молочко поставить в микроволновку. Ну, чтобы оно еще успело нагреться. И я его успела помешать. Молочко у нас тут. В этот раз у меня другая чашка. Не очень удобная. В ней не очень удобно мне сбивать. Но та, в которой удобно, находится у меня на работе. Тут где-то одна треть молока. Я думаю, вполне этого за глаза и уши будет. И вот. Снова ставим мы наше счастье. И я убавляю огонь. И снова мы в ожидании чуда. И вот у нас снова появились пузырьки. В этот раз нам можно даже чуть-чуть подольше подождать, когда уже конкретно так пенка появится. Такая сама пенка. Черненькая. И снова убирать в более прохладное место. И сейчас, я думаю, можно уже ставить наше молочко. Разогреться. И как советовала моя подружка, то нужно все-таки его взбивать горячим именно. У меня тут оно на средней мощности. Даже поднесу вам, чтобы было видно. И опущу. Да, кстати, под этой бутылкой лежит бабочка, которую мне все никак никто не выкинет. О, меня даже видно. Привет, люди. Ну и в общем, сейчас я это поставлю. Я уже забыла, насколько я оставила, потому что в месяц, наверное, не делала капучино. Наверное, на минуту. Вот. И пока оно у нас тут стоит, мы уже можем поставить обратно наше кофе вариться. Кстати, я тогда забыла его потрясти. Ну, мы его сейчас потрясем. Помышаем немножко. Пока оно у нас доходит до кондиции. У меня слегка тут, кажется, чуть-чуть косо стоит камера. Вот. Наверное, так. Я повзбиваю, когда оно согреется, и как раз кофе у нас доварится до нужной консистенции. Неудобно, конечно, так это и снимать, и наблюдать там за кофем. Ну, шо, поделаешь? Ютуб требует жертв. Вот у нас молочко. Я думаю, слышали, как оно щелькнуло. Сейчас мы это сейчас все достанем. Слегка задела чашку. Ну, там чуть-чуть совсем выпреснулось. Ничего страшного. И, в общем, вот такой вот сказочной фигней, хотя точно кажется, что я уже что-то снимала с этой фигней, я буду взбивать где-то около 30, может, секунд. и заодно как-то смотреть за этим самым кофеем. Чтобы оно не убежало. Все-таки в более узкой чашке удобнее взбивать, но это лично мои предпочтения. Вам, возможно, и так сойдет. Вообще, хочу раскрыть секрет. Хочу попробовать тот агар-агар смешать со взбитым молоком и каким-нибудь сиропом посмотреть, что будет. Так, и вот у нас как раз все вовремя закончилось. Вообще, обычно я сразу мою эту штучку, но у меня сейчас сразу это не получится. В общем, я попробую поблизить или показать просто вот так вот. Ну, вы помните, что там было где-то одна треть. И сейчас у нас почти полностью вот эта пенка до самого верха. Можно сказать, в два с половиной раза она увеличилась. И чтобы быстрее не терять этот наш кофе. Вот он у нас тоже уже так вот тут даже пенка такая подошел к своему завершению. И вообще, его советуют помешать, чтобы как по цитате, допустим, на этой голубой бумажке, чтобы вся крепость кофе не осталась на дне. Сейчас я попробую это как-то безболезненно перелить. У меня не всегда оно выходит на самом деле. А тут уже будет как-то не переснять. В общем, вот наша пенка тут. Пенка в пенку. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Вот. Пенка в пенку. Смотрите продолжение в следующей серии. Первый раз так замечаю. Вот наш капучино. Конечно, не очень, наверное, было видно, как я это все заливала, но вот так он выглядит. В этот раз у меня не совсем ровно и каким-то вообще непонятным рисунком это все вышло. Если вам понравилось, поставьте пальчик вверх. Если не понравилось, можете его не ставить, можете поставить вниз. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!